Мы продолжаем изучать Хумаш-Шмот, 24-й урок уже по Хумаш-Шмот, и мы всё ещё в недельном разделе Торы-Бо. Это 12-я глава, приближаемся к окончанию 12-й главы, начиная с 37-го стиха. И отправились сыны Израиля из Рамсеса в Суккот, около 600 тысяч пеших мужчин, не считая детей. И также большая разношерстная толпа вышла с ними, и мелкий и крупный скот, очень большое стадо. И испекли они тесто, которое вынесли из Египта пресными лепёшками, ибо оно ещё не заквасилось, потому что они были изгнаны из Египта и не могли мешкать. И даже провизию себе не приготовили. А пребывание сынов Израиля в Египте продолжалось 430 лет. И вот по истечении 430 лет в тот самый день вышло всё воинство Божие из Египта. Эта ночь, хранимая Богом, чтобы вывезти их из Египта. Эта самая ночь Богу, хранимая для всех сынов Израиля во всех их поколениях. Вот этот отрывочек мы и будем разбирать. Первые шаги еврейского народа на свободе. Ещё ночью фараон освободил их. Ещё ночью было дано разрешение уходить. Так что свобода, как таковая, пришла ещё ночью. Но до самого утра евреи не выходили. Как говорит Медраж, вообще сказал фараону, мы не воры для того, чтобы убегать ночью. Останется день, будет светло, тогда мы и уйдём. Уйдём на глазах всего Египта с гордо поднятой головой. Самая первая точка, самый первый переход, точнее, из Рамсеса в Суккот. Вот это вот как раз пересечение египетской границы. Там собрались все... Это был, очевидно, сборный пункт, где собирались все те, кто жили во внутренних районах Египта. В Рамсесе и вот оттуда двинулись в Суккот. Раши говорит, трудно на сегодняшний день представить себе точно географию этих мест, где именно Рамсес, где именно Суккот. Историки, географы много спорят между собой о том, где конкретно располагался город Рамсес. Скорее всего, это где-то в районе Дельты, но так или иначе трудно понять. Раши приводит, по традиции известно, что расстояние между этими двумя пунктами – 120 миль. Получается, что самый первый переход, который совершили после освободения из Египта, был длиной 120 миль. Понятно, что это совершенно нереально для человека, а еще для человека, тем более для человека, обремененного семьей, детьми и поклажей, пройти такое расстояние невозможно. Итак, Раши здесь комментирует, это расстояние в 120 миль они преодолели за считанные мгновения. Как сказано, я носил вас на орлиных крыльях. Эти слова Всевышний обращает еврейскому народу уже на горе Синай, напоминая им исход из Египта и подчеркивает там удивительность событий исхода, то, что я как бы носил вас на орлиных крыльях. Вот это вот тот самый переход, когда расстояния сокращаются и когда за считанные мгновения, за очень короткое время, переходит расстояние в 120 миль. Дальше сказано, и также большая разнородная или разношерстная толпа вышла с ними. Что это за толпа? Раши говорит, это было смешение выходцев из разных народов, тех, кто стал празелит. Здесь нужно быть внимательным и аккуратно это прочесть. Что же стал празелитами? То есть, это люди, которые жили в Египте, скорее всего, часть из них большая была не египтян, часть из них была из кочевников азиатов, которые приходили в те времена в Египет или, может быть, из других народа, проживавших в Египте. По историческим данным к тому времени в Египте было достаточно много не египтян, которые оказывали определенное влияние на жизнь в Египте. И вот эта толпа, прибившись к народу Израиля, поскольку видели все те чудеса, которые с ними были, и чувствовали, что сейчас чаша весов склонилась в пользу этих вчерашних рабов, а не в пользу великой грандиозной империи, то, естественно, желание таких людей примкнуть к тем, кто преуспевает, спрыгнуть на телегу тех, кто имеет успех, и они увязываются за еврейским народом. То есть, они сами себя объявляют присоединившимися, празелитами, герами. Вопрос о том, приняли их или не приняли, это еще бабушка на двои сказала. Называются они, как известно, Эрев-Раф. Это вот разношерстная толпа, смешение самых разных людей. И они идут вслед за еврейским народом всюду и везде. Дальше сказано, и испекляние теста, которые вынесли из Египта, пресными лепешками. Угод мацот, то есть, есть здесь слово маца, хорошо нам известное, и слово угод. То есть, уга – это вообще-то круглая форма, лепешка круглой формы. Дальше объясняет, имеется в виду тонкие лепешки из пресного, невзошедшего теста, они-то вот и называются мацой. Почему? Потому что на предыдущем уроке мы очень подробно объясняли этот стих. Почему им пришлось есть тесто пресными лепешками? Ибо оно еще не заквасилось, потому что они были изгнаны из Египта и не могли мешкать, и даже провизию себе не приготовили. Вкратце напоминаю, что было два основных подхода к тому, как можно объяснить этот стих. Либо имеется в виду, что если бы у них было время, то они заквасили бы хлеб, у них был бы нормальный хлеб, тесто бы взошло, они его испекли, и, имея уже хлеб, тогда спокойно бы вышли в дорогу. Но им этого не позволили, египтяне напирали на них, и как только началось утро, то можно было только уходить, и пришлось прихватить с собой квашни с невзошедшим тестом, ну и уже дальше выпекли то, что выпекли. Второй подход, совершенно противоположный, имеется в виду другой. Если бы у них была возможность, если бы на них египтяне не напирали, то они бы выпекли мацу, потому что хлеба квасного тогда нельзя было есть, весь этот день по крайней мере, и они бы тогда, исполнив заповедь, выпекли мацу, и уже с этой мацой двинулись в путь. Но поскольку их вытолкали из Египта, на них египтяне напирали, не давая им оставаться ни минуты, то им пришлось уже мацу со всеми этими трудностями сохранять тесто, чтобы оно не вскисло, пока они не пришли наконец в Суккот, и уже в Суккоте они их испекли. Или еще по одной версии, может быть, шара, которая стояла тогда, в Синайской пустине была такая, что тесто испеклось само, естественным образом. Дальше. «И даже провизию себе не приготовили». Так заканчивает этот стих, что никакой другой провизии, кроме той мацы, которую вынесли, у них не было. Раши говорит, для чего это сказано, а этот здесь Тора подчеркивает вот этот факт, что не приготовили с собой провизии, и, несмотря на это, двинулись в путь. Это сказано в похвалу народу Израиля, который не сказал, а как же мы пойдем в пустыню еще и без еды. Но поскольку Всевышний провел их, то они поверили и пошли за ним. И об этом сказано у пророка. «Помню я, как ты была нежна ко мне в юности твоей, как любила меня в дни свадьбы свои, как шла за мною по пустыне, по земле незасеянной». И только что земля незасеянная, но еще и ничего не имея в своем походном рюкзаке, даже провизии элементарной, которую не приготовили с собой. Ну и вот теперь мы подходим к ключевому предложению во всем этом отрывке, который постараемся объяснить как можно лучше и подробнее. Пребывание сынов Израиля в Египте продолжалось 430 лет. И вот по истечении 430 лет в тот самый день, получается, как только закончились эти 430 лет, в тот самый день вышло все воинство Божие из Египта. Две сложности вызывает этот пасук. Одна сложность обсуждалась и в других местах, и в книге Боришит, и в начале книги Шмот, а именно пребывание сынов Израиля никак-никак не тянет на 430 лет в Египте. При всем желании три поколения, которые были там, если посмотреть суммарно продолжительность их жизни, никак не выходит. Не то что 430, даже 400. Почему я говорю 400? Потому что в книге Боришит, в Брит Бен Абитарин, в союзе между половинками рассеченных животных, который Всевышний заключил с Авраамом, ему было сказано, ты должен знать, что потомство твое будет пришельцами в чужой земле, и будут их там пропащать и угнетать 400 лет. 400 лет, можно сказать, 400 лет никак-никак не получается, этого мало. 400 лет, ну хоть как-то 400 лет, а здесь вдруг получается 430. А откуда ещё 30 лет вышли? 400 мы не можем набрать, а тут нам ещё прибавили ещё 30 лет. Как всё это понять? Начнём с Раши. Раши пишет так. «Пребывание сыновей Израиля в Египте», и сразу же он даёт окончательное своё объяснение этого стиха, а только потом начнёт его аргументировать. Так вот, пребывание сынов Израиля в Египте вместе с годами, которые они прожили пришельцами в чужих землях, составили 430 лет. Вот это вот, хотя в стихе сказано «пребывание в Египте», Раши вставляет в Египте и в других странах, где они были тоже пришельцами. По утверждению Талмуда в трактате Мегина вот эта самая формулировка легла в основу греческого перевода вот этого абзаца, который был совершён по приказу царя Птолемея, когда 70 – это перевод 70 толковников, который в дальнейшем был назван «септуагинта», то есть перевод 70 по-гречески, когда царь Египта Птолемей, греческий царь, потребовал, чтобы еврейские мудрецы перевели Тору на греческий язык. С царём, как известно, не спорят, хотя нежелательно было этого делать, но выхода не было, и пришлось переводить. Однако для того, чтобы не получился хилуляшон, для того, чтобы те неувязки в тексте, которые, как мы знаем, они разрешаются при помощи устной Торы, но для людей, которые будут иметь греческий перевод вне всякой связи с устной Торой, откроют и увидят, что книга Бога содержит явные-явные неувязки, то вот эти вот самые 70 толковников, они там и там при переводе они старались округлять некоторые острые углы и сглаживать противоречия. Так вот здесь вот для того, чтобы не вышло вот этой вот самой неувязки, так они перевели царю Птолемею, что пребывание сынов Израиля в Египте и в других странах, где они тоже были пришельцами, всего 430 лет. Но не имеется в виду, что только в Египте они были 430 лет, нет, были там намного-намного меньше. Вот это так следует понимать эту фразу, так утверждает Раши. Теперь его аргументация. Почему нельзя её понимать? Буквально, что только в Египте пробыли 430 лет. Пишет Раши так. Всего от рождения Ицхака до сих пор 400 лет. Те самые 400 лет, которые были сказаны в Брит-Бен-Абитарим во время заключения союза между половинками ресессионных животных про 400 лет, эти 400 лет следует отсчитать от рождения Ицхака. И объяснение. Не будем забывать, Раши должен здесь разрешить две проблемы. Первое. Каким образом вообще говорилось, Всевышний обещал 400 лет пребывания в Египте, а этого не получилось, были меньше, неувязка. Как может быть так, что Слово Божье не осуществляется, не реализуется? Это раз. Второе. Как увязать между 400 и 430? Это два совершенно разных вопроса, и не следует в них путаться. Решаем их по отдельности. Ведь слова «пришельцами будут твои потомки», то есть то, что Всевышний сказал Аврааму, ты должен знать, что «пришельцами будут твои потомки в земле чужой», вот эти самые слова могли относиться к Аврааму только после рождения сына. То есть прежде всего Раши здесь концентрирует внимание на противоречии между 400 и 430 лет. Как? Конечно же, Всевышний сказал тогда 400, но эти 400 лет он не имел в виду, что следует их отчитывать с того момента, как они были сказаны. Вовсе нет. Их следует отчитать с момента, когда у Авраама рождается потомство. А между брит-бен-абитарим и между рождением потомства, рождением Ицхака, проходит 30, ровным счётом 30 лет. То есть получается, что брит-бен-абитарим, мы это можем уже заметить, что брит-бен-абитарим состоялся, когда Аврааму было 70 лет, ибо мы знаем точно, что Ицхак родился, когда Аврааму было 100 лет. А от заключения союза между рассечёнными частями животных до рождения Ицхака прошло 30 лет. А теперь аж и переходит ко второму вопросу. Но нельзя сказать, что именно в Египте, и только в Египте прошли эти 430 лет. 400 и 430, но в любом случае они не могли быть в Египте. Ведь, вот здесь его доказательство, ведь Киат был среди переселившихся в Египет вместе с Яковом. Если мы посмотрим, кто всё то семейство Якова, которое пришло в Египет, и из которого-то вырос еврейский народ, оно включало в себя три поколения. Яков пратец ведёт за собой своё семейство, его 12 сыновей и их дети. Три поколения. Значит, если мы берём Яков, первое поколение, Леви, один из 12 сыновей, второе, и сын Леви Киат, от которого произойдёт Муше, третье поколение. Киат был среди тех, кто пришли в Египет. Понятно, что он пришёл туда уже будучи зрелым человеком. Он не пришёл туда ребёнком в коляске. Ведь Киат был среди переселившихся в Египет вместе с Яковом. И даже если ты сложишь, возьмём максимум все годы жизни Киата и приплюсуем ещё два поколения, которые выросли в Египте, то есть следующее, четвёртое поколение, сын Киата Амрам и плюс ещё сын Амрама Муше. По поводу Муше мы точно знаем, что ему было 80 лет, так говорится, Матора в тексте сказано, что ему было 80 лет, когда состоялся исход из Египта. Так вот, если взять его 80 лет, плюс всю продолжительность жизни его отца Амрама, плюс всю продолжительность жизни его деда Киата, 400 лет никак не набираем. Становится меньше. То и тогда не выйдет так много. А ведь на самом деле мы произвели чисто теоретический расчёт. Ведь понятно, что и Киат пришёл в Египет не в коляске, он был уже зрелым человеком. Более того, у Киата родился сын Амрам не в последний год жизни того. Понятно, что он родился. То есть, здесь есть наложение продолжительности жизни сына на продолжительность жизни отца. Поэтому мы считали так, жизнь Киата плюс жизнь Амрама и плюс ещё жизнь Муше. На самом деле происходит это не так, а годы накладываются. Об этом пишите страшно. И даже если ты сложишь все годы жизни, не получится так много. А ведь мы не убавили тут ни годы Киата вне Египта, ни годы, которые жизнь отца и сына перекрывают друг другу, то есть заведомо завысили, продолжительность этого периода. Поэтому приходится нам сделать вывод, приходится признать, что Киату было немало лет, когда он пришёл в Египет. И многие годы жизни Амрама прошли при жизни Киата, и многие из 80 лет жизни Муше пришли при жизни, прожитые были при жизни его отца Амрама. Так что никак не дойти в оценке лет, проведённых в Египте, до 400. А мы знаем, сколько же времени действительно пробыл еврейский народ в Египте, всего лишь 210 лет. Поэтому придётся признать, что и все предшествующие годы проживания вне этой земли тоже названы изгнанничеством, Герут. Здесь Раши переходит к вопросу, каким образом получилось так, что обещание Бога не сбылось. Всевышний сказал, ты должен знать, что твои потомки будут пришельцами, изгнанниками в чужой стране. И если прочитать эту фразу просто, скорее всего, имеется в виду Египет. Нет. Состояние Герут, то есть жизнь на птичьих правах, жизнь пришельца, изгнанника из своей страны, пришельца в чужой стране, где ему в любой момент могут показать на дверь, это понятие куда более широко, и в него входит не только пребывание евреев в Египте, но и их жизнь семьи Авраама до прихода в Египет. Ты должен признать, что то, что предсказано пришельцами будут твои потомки, реализацию этого предсказания в Бритбен-Абитарин можно начинать отчитывать не раньше, чем это потомство появится. Это очевидно. Раньше при чём желание никак не назначено. Значит, от рождения Ицхака, а от того момента, как от рождения Ицхака отсчитай 400 лет, и вот им получишь дату исхода из Египта. И выйдет, что от прихода в Египет до исхода прошло всего 210 лет. То есть подсчёт простой. Если мы смотрим от рождения Ицхака 400 лет, это исход из Египта, тогда на пребывание в Египте всего лишь у нас остаётся 210 лет. В 2048 году родился Ицхак, когда Авраму было 100 лет, он родился в 1948 году от сотворения мира. В 2048 году рождается Ицхак, плюс к этому 400 лет, получается, дата исхода из Египта 2448 год от сотворения мира. Тому, кто не привык к датам от сотворения мира, это получается 1312 год до так называемой Новой Эры. И заканчивает раша. Вот это как раз одна из вещей, которую изменили в тексте переводчики для царя Птолемея. То, с чего мы начали, что переводчики вставили просто в текст, не как примечание, вставили прямо в текст, что пребывание сынов Израиля в Египте и в других странах всего 430 лет. И всё это начинается со времени рождения Ицхака. Несколько тонкий момент. Почему за время рождения Ицхака его положение Авраама и Ицхака можно назвать гейрут, т.е. проживание в чужих странах? Если имеется в виду, что Авраам не жил там, где он родился, ну так и до этого он не жил там, где он родился. Авраам был гражданином Ирака, он из Месопотамии, и в России он был пришельцем, и до этого он был пришельцем. Но имеется в виду, что до этого он, хотя был пришельцем, но всё-таки ощущал себя вполне-вполне уверенно в тех местах, где он жил, а вот с того момента, как родился Ицхак, ему пришлось переселиться в районы, в которые были населены плештин, филистимлянами или палестинцами, и вот там вот он уже чувствовал, что он живёт на птичьих правах, и вот там он уже чувствовал, что вполне ему могут показать на дверь, ему не показывали на дверь, а уже его сына Ицхака, когда он вырос, его так и начали гнать с места на место, его выгнали из Граара, потом и так далее. То есть, в общем-то, жизнь пришельцев началась с того времени. И вот, по истечении 430 лет, в тот самый день, что значит в тот самый день, говорит Раши, понимать это можно буквально, это значит, что как только пришёл конец, то вездесущий не задержал их ни на миг. Когда пришёл этот конец? 15-го Ниссана ангелы пришли к Абраму, когда Абраму было 99 лет, в день 15-го Ниссана, когда Абрам готовил тесто для Маци, в этот самый день ангелы явились Абраму и пообещали ему, что через год у него родится сын. 15-го Ниссана, ровно, тють-в-тють, через год родился Ицхак. 15-го Ниссана был заключён и союз, брит-бен-абит-арим, союз между половинками животных, когда ему было сказано, что ты должен знать, что твоё потомство будет пришельцами в чужой стране. И исход из Египта приходится на день 15-го Ниссана. День в день закончились 400 лет от рождения Ицхака и 430 лет от брит-бен-абит-арим, от заключения союза. И заключает Тора, это ночь, ночь, которая предшествовала исходу, это ночь, хранимая Богом, как это понятно? Это речь, хранимая Богом, чтобы вывезти их из Египта. Эта самая ночь, Богу, хранимая для всех Израилей. То есть, Богу она хранимая, и для сынов Израиля она хранимая. Раша объясняет это так. Эта ночь, хранимая, ле-эль-ши-мурим, эту ночь Всевышний ожидал, чтобы исполнить обещание вывезти их из Египта. То есть, ле-эль-ши-мурим происходит от корня шемер, чего-то хранить. Поэтому мы перевели это буквально хранимая. Однако, значение слова шемер есть ещё одно значение. Например, когда Йосеф рассказывает Якову о своих снах, и из этих снов получается, что его ждёт величие, он видит себя почти в царском сане, то хотя отец прикрикнул на него и сказал, что это не может быть, чтобы мы, я и твоя мать, и все твои братья, чтобы мы тебе поклонились, он на него прикрикнул, но зато заканчивает Ваавив Шамар и Тадавар. Но отец его, Шамар и Тадавар, что такое Шамар? Сохранил его? Что он сохранил? Квитраж имеется в виду, что он ждал, он не только запомнил это, но и ждал, когда же это осуществится. То есть слово Шамар имеет дополнительное значение с нетерпением ждать, когда что-то осуществится. Стало бы, Всевышний, когда пообещал Абраму 430 лет тому назад, что в этот самый день, в эту самую ночь, точнее, я избавлю твоих сыновей, то Всевышний с терпением ждал, когда же эта ночь наступит, это и означает, это ночь хранимая, в эту ночь Всевышний ожидал, эту ночь, ее эту ночь он ждал, чтобы исполнить свое обещание, данное Абраму, вывести их из Египта. Эта самая ночь Богу, это и есть та самая ночь, продолжает Раши, о которой Всевышний сказал Абраму, вот той самой ночью я освобожу из рабства твоих потомков. Вот мы с Божьей помощью познакомились с комментарием Араши. Харамбан. Пишет довольно обширный комментарий на этот стих. Для начала он, как обычно цитирует Раши. Не будем все это заново прочитывать. К резюмерую. Получается, по Раши картина такая. Брит бен Абитарин, тот самый союз, который был заключен между Всевышним и Абрамом, он состоялся за 30 лет до рождения Ицхака. Там Всевышний сказал ему, ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в земле чужой 400 лет. Не имелось в виду, что нужно отчитывать эти 400 лет сразу же, с того момента, как они были сказаны, имеется в виду, с того момента, как есть потомство. Поскольку разговор был именно о потомстве, должен знать, что твое потомство будет. Стало быть, с момента рождения потомства, отсчитываем 400 лет, и получается у нас дата исхода из Египта 2448 год, 400 лет от рождения Ицхака. Из них в Египте 210. Это короткий итог комментарий Раши. Пишет Рамбан, однако этот комментарий не в полной мере понятен. Здесь большая-большая сложность. Арифметика нужна. Ведь написано, если мы почитаем в книге Берейшит, главе Лехлиха, которая описывает уход Авраама из Харана в Эр-Сисрае, то пишет Ратак, Аврааму было 75 лет, когда он покинул Харан. В 75 лет он покинул Харан. У него ушло время для того, чтобы прийти в Эр-Сисрае, обосноваться там, сходить в Египет на время голода, вернуться, расстаться с Лотом, услышать о войне, о вторжении царей, повоевать с ними, освободить Лота. И только потом состоялся Брит, Бель-Абитарим, только потом Всевышний заключил с ним союзность. Понятно, что, скорее всего, на это ушло тоже пару лет, как минимум. Значит, если Аврааму было тогда 75, плюс еще пару лет на все эти события, значит, он где-то около 77, а по раше получилось, что ему должно быть 70 лет, а не 77. Ведь по раше выходит, что от рождения Ицхака назад нужно отсчитать 30 лет, чтобы у нас все сошлось. Получается, что Брит, Бель-Абитарим, Аврааму было 100 лет, когда родился Ицхак, значит, Брит, Бель-Абитарим должен был быть, когда Аврааму было 70 лет, а Тора сама говорит, ему было 75 лет, когда он ушел из Харана, значит, он был еще старше во время заключения союза между половинками. Союз между рассеченными частями был заключен еще спустя долгое время. Ну, долгое, не знаю, долгое мы посчитали как минимум 2 года. Как минимум 2 года. Но даже если мы скажем, что все эти события происходили молниеносно, и все за полгода, год, все это прошло, ну так хорошо, все равно ему ничего не выиграли. Получается, что Аврааму было тогда не 75, а 76 лет, или 75 с половиной лет, но все равно в 30 лет никак не тянет, потому что остается всего 24-25 лет. И поэтому необходимо объяснить эту последовательность событий так, как мы учим в хронике Седар-Ола. То есть тот, кто распутывает этот клубок, это танаитский источник, приписывается он к Рабьёзе бен Халавта, который составил хронологический список событий в Торе и в Танахе, и вот там в Седар-Ола удружается следующая вещь. При заключении союза между рассечёнными частями нашему прадцу Аврааму было не 75, а только 70 лет. И тогда действительно получится, что по истечении 430 лет со дня заключения этого союза тогда вышли все воинства Божьи из Египта, а после заключения союза Авраам возвратился в Харам и пробыл там ещё 5 лет. Поэтому сказано Аврааму было 75 лет, когда он покинул Харам. То есть Седар-Ола мировой порядок мира, мировой порядок. Прежде всего он наводит новый порядок и переворачивает все возможные представления. То есть, когда мы читаем текст Тора, книгу Берешит, создаётся впечатление такого гладкого представления, как Авраам сначала жил в Урказдим, как он потом вместе с папой ушёл в Харам, как он потом ушёл от папы в Харам в Исраиль и пришёл в Шхем, а потом дальше, а потом ушёл в Египет, а потом и всё. Повествование гладкое. По Зедар-Ола получается ничего подобного. Хотя повествование гладкое, но не нужно идти у него на поводу, ведь у нас есть известный принцип. Эйн мукдамумы ухарбе Тора, что означает, что события в Торе изложены не в хронологическом порядке. И это означает, что на самом деле самое раннее хронологический событие было Брит-бен-ам-Витарин, заключение союза между половинками, когда Авраам, ещё оставаясь, когда он ещё не вышел в Эрд-Исраиль на ПМЖ, он только вышел туда на разведку, пришёл в святую страну, знал, что это святая страна, пришёл туда, и тогда Всевышний заключил с ним союз. И что произошло после этого союза? Он вернулся домой, прежде всего к папе, к семье, но потом уже по прошествии пяти лет он уже окончательно ушёл в Эрд-Исраиль, на этот раз он уже всё бросил. Кстати, это снимает и вопрос, который задаёт сам Рамбан и многие другие комментаторы о том, когда Всевышний сказал Аврааму Лехлиха «Иди себе из земли твоей, из страны твоего отца, твоей родни, в землю, которую я тебе укажу». Я тебе скажу, куда, а куда сейчас? Почему Авраам не пошёл в Тибет, а почему он не пошёл в Швейцарию, а почему он не пошёл, а почему он пошёл в Эрд-Исраиль? Ответ простой, потому что он уже один раз там был, и он уже понимал, что это святая земля, и если уже Бог его теперь говорит ему, всё, на этот раз ты уже уходишь навсегда, полностью прорываешь все свои связи с отцом, с роднёй, со страной, со всеми, со всеми, то куда же он отправляет? Говорит, «С Исраиль, там, где он был уже один раз». И когда он пришёл туда во второй раз, Всевышний сказал, ну да, действительно, он пришёл в Шкем, там он его остановил, он сказал, да, да, вот это то самое место, пришёл вверх. Как мы можем каким-то образом устранить это противоречие? Аврааму было 70 лет во время заключения Брит-бен-эбет-арим, а затем он вернулся в Харан, прожил там ещё некоторое время, и когда ему исполнилось 75 лет, он уже окончательно бросил отца и ушёл вместе с Лотом в Росисраиль на этот раз навсегда. И то, что сказано Аврааму, было 75 лет, когда он покинул Харан, пишет Рамбан, имеется в виду, что когда он окончательно покинул страну своего рождения, чтобы уже больше туда не возвращаться, вот тогда ему было 75 лет. Так мы каким-то образом улучшили понимание того, что написал Раши. И пока Рамбан не отходит от основного понимания, а именно, что действительно 400 лет были обещаны, 400 лет проживания пришельцами, затем рабство и укнетение, всё это было предсказано Аврааму в Бридбен-Абитарим за 30 лет до рождения Ицхака. А как же Авраам мог знать, что имеется в виду не 400 лет, а 430 лет, а поскольку там было сказано, потомство твоё будет пришельцами, то с того вам лет, так как у тебя будут потомки. И как только родился Ицхак, Авраам мог начать считать 400 лет. А мне кажется, что согласно простому смыслу Всевышний сказал Аврааму так. Ты должен знать, что ещё прежде, чем я отдам вам эту землю, твои потомки будут пришельцами чужой земли и будут угнетать их 400 лет. И он не счёл нужным известить Авраама относительно дополнительных 30 лет. То есть не имеется здесь в виду вот эта игра со словом потомки? Да нет. На самом деле тогда Всевышний запланировал 430 лет. А почему он сказал Аврааму 400 лет? Ну имеется в виду 400 лет – это минимум, который пройдёт, но есть ещё хвостик в 30 лет. Но он их не нашёл необходимым объяснить почему. Потому что он тут же прибавил ещё одно условие. Одно условие 400 лет, второе условие. Ведь на самом деле почему нельзя было отдать эту страну сразу потомкам Аврааму? Потому что она была занята, в ней жили канонейские народы. А почему их нельзя было выгнать? Потому что ещё не наполнилось чашей их грехов. Так вот это второе условие, чтобы наполнилось чашей их грехов. А когда она наполнится? Всевышний посчитал 4 поколения. И он не счёл нужным известить Авраама относительно дополнительных 30 лет, поскольку ещё и добавил, а четвёртое поколение вернуться сюда. не четвёртое поколение евреев. Нет, имеется в виду другое. Четвёртое поколение кенонеев, амуреев. То есть, Бог сообщил Аврааму, что его потомки не возвратятся сразу же по истечении 400 лет до четвёртого поколения, до тех пор, пока не наполнится вина и муреев. А она наполнится через 4 поколения. То есть, нужно было только пятое поколение, можно было уже... Точнее, опять, четвёртое поколение, последнее, при котором наполнится эта чаша грехов, вот их можно было попросить освободить помещение. Таким образом, он намекнул ему на дополнительные 400 лет, на дополнительные 30 лет, сказал ему про 400 лет, и прибавив, что только до четвёртого поколения возвращаться сюда нельзя, тем самым намекнул на ещё 30 лет. А то, чтобы не думать, что они скитались, из-за этого пришлось скитаться в пустыне 40 лет, потому что ещё четвёртое поколение не пришло в Кнаане, это нет, какой-то Рамбан, дело не в этом. Скитались в Синайской пустыне из-за греха, из-за греха разведчиков, но не потому, что нужно было ждать этого времени. Продолжает Рамбан, а в строке о пребывании сынов Израиля в Египте продолжалось 430 лет, подразумевается, что к этому времени, когда вышли, как раз истёк срок предсказанный, первое, что сказал Аврам, пришельцами будут твои потомки в чужой земле, и вот теперь с выходом из Египта завершилось изгнание, которое длилось, которое им было предопределено, и они вышли из рабства на свободу, и не предполагалось, что они будут ещё жить в чужой стране, должны были по сценарию, должны были выйти из Египта, сразу входить в Эрец Исраиль. Больше жить на птичьих правах нигде не должны были. Но в данной строке об этом подробно не говорится, поскольку её основная эта цель, почему это так подробно не рассказано, как Рамбан здесь объясняет, потому что главная цель сказать «всё, время кончилось». Время кончилось какое? 400 лет и ещё дополнительные 30 лет. Поэтому кратко сказано, что завершилось 400 лет, о которых сказано Авраму, и о которых они знали, и ещё 30 лет дополнительных, а затем сказано и вот по истечении 430 лет они вышли из Египта, чтобы уже стать навсегда свободным. И вот теперь только Рамбан предлагает альтернативный комментарий совершенно иной, не такой, как Раши и Седрула, а совершенно совершенно другой. По Раши и Седрула нужно было ретроактивно отчитать 30 лет от рождения Ицхака к Бритбен-Абитарим, вот там и находятся эти самые 30 лет. 400 лет от рождения Ицхака, а 30 лет перед этим от Бритбен-Абитарим до рождения Ицхака. Но всё же, с моей точки зрения, самым верным пониманием является следующее. Предначертание Всевышнего было сроком на 400 лет. 400, окей, 400. Ведь начали мы с вопроса, как это может быть, что Всевышний сказал 400 лет, а там получается по-другому, а здесь вдруг 430 лет. У Ицхака очень просто, 30 лет добавили, свыше предначертания, к зира предначертания было 400 лет, а 30 лет добавили, за что? За плохое поведение. Как человек, который сидит в тюрьме, ему дали срок определенный, который он получил по приговору суда, но если он будет плохо себя там вести, будет хулиганить, дебоширить, еще что-то будет, могут добавить срок. А еще 30 лет им было добавлено за грехи того поколения, какого поколения? поколения рабства в Египте. Ведь если человеку, почему, вопрос, который возникает, Ромбан сразу же его упреждает, как же так, но ведь Бог сказал 400 лет, а почему же, как же это может быть, что им добавили еще 30, ведь Всевышний пообещал только 400. Ромбан, а где здесь логика? Ведь если человеку предопределили са его грех, пробыть в изгнании год или два, а он добавляет своим грехам новые преступления, то ему воздается всеми против его грехов, т.е. если человеку дали какой-то срок в тюрьме или в ссылке, а он там ведет себя плохо, разве он может мне сказать, а ему сейчас наказание хотят добавить, разве он может защититься и сказать, а вот у меня есть приговор, мне дали всего только 5 лет, почему прибавляете мне еще 3? Приговор, приговор, ты отбудешь свои 5 лет, а сейчас ты получаешь добавку, как там тюремный тюремный фольклор прокурор добавит, так и здесь, добавят, добавят. К его изгнанию и мучению прибавляется еще столько-то и столько-то лет, и прежнее наказание вовсе не является гарантией того, что не будет наказан за новые преступления. И также нашему праотцу Аврааму сколько ему было сказано, было предопределено, что пришельцами будут потомки в чужой стране в течение 400 лет, и не больше, и что они не вернутся до четвертого поколения, пока еще не наполнится вина и мореев. Ему было обещано лишь то, что впоследствии они выйдут оттуда с большим богатством, с большим достоянием. То есть, 400 лет минимум, это раз. Второе, в конечном итоге будет освобождение, когда Всевышний накажет те, кто будет их прорабощать, и они выйдут не с пустыми руками, а с большим достоянием. Но не было обещания того, что к этим 400 годам не прибавят еще. К тому же, их исход был обусловлен дополнительным обстоятельством. Точно так же, как Рамбан раньше говорил о том, что приход в Эра-Сисраэль был обусловлен дополнительным обстоятельством не только 400 лет, но еще и смена поколений, чтобы у и морейцев, Кнанеев, Хевеев, Перезеев, Евусеев, чтобы у них сменились четыре поколения, и чтобы тем самым наполнилась чаша их грехов, так что их можно будет попросить освободить помещение. Точно так же и исход из Египта имеет дополнительные условия, помимо количества лет, а именно так же и народ, который их поработит, я буду судить, что это за суд. А это уже Рамбан объяснил в книге Берешит, что с одной стороны Рамбан там входит в полемику с Рамбаном по поводу вопроса о том, как это может быть, что Всевышний с одной стороны предопределил, что будет египетское рабство, а с другой стороны обещает наказать египтян за то, что они порабощают евреев. Если они порабощали евреев, так они только выполняли волю Всевышнего, даже палачам зарплату платят, а почему же их нужно было наказывать? Рамбан объясняет так, что наказание, им было обещано наказание за превышение меры тех мучений, которые были предопределены еврейскому народу в египетском наруте. Т.е. Те садистские ухищрения и мучения, которые они придумывали, и уж тем более бросать детей в реку или замуровывать их в основании фундамента домов, это, конечно, ни в коем образом не входило в планы Всевышнего. Это уже было творчество самих египтян. За это они должны были получить наказание. Так вот, получается, что это условия исхода из Египта. Когда произойдёт исход из Египта, когда Всевышний будет их судить, т.е. Всевышний рассудит, поступал ли этот народ по отношению к сунам Израиля в соответствии с тем, что им предопределено, или же он превысил меру наказания. И ещё самое главное. Грех не может отменить только те обещания, которые скреплено клятвой. Т.е. это принципиальный вопрос, который обсуждается в трактате Роши Шана. Может ли быть такое, что Всевышний принял какое-то решение, а затем поведение человека повлияет на отмену этого решения. Может ли Всевышний, отменяет ли Всевышний свои решения. И там гомора в конечном итоге приходят к следующему выводу, что если это было решение с клятвой, тогда нет. Тогда, даже если человек, предположим, ему пообещали какое-то добро, а он испортился, если обещание было клятвенное, несмотря на то, что он испортился, это добро он получит. Но если оно было без клятвы, то не получит. То же самое здесь. Верно им обещали 400 лет и не больше того, но в этом обещании не было клятвы. Стало быть, если они испортились в Египте, то и вполне могли прибавить срок. А испортились они или нет? Продолжает и не захотели слушать меня. Это фраза из пророка Эхэскелев, который вспоминается «Грехи еврейского народа в Египте». «Никто не отверг мерзостей, которые перед их глазами, и идолов Египта они не оставили. И я замыслил обрушить на них свою ярость, до конца излить на них свой гнев в земле Египта». Значит, есть здесь у нас показания, свидетельские показания пророка о том, что в Египте действительно грешили. И поэтому их изгнание было продлено на 30 лет. Вот откуда взялись эти 30 лет. Их добавили. И оно было продлено бы еще, оно было бы продлено еще больше, была возможность того, что президенты могли добавить за такие грехи, которые были в Египте, могли добавить больше, не 30 лет, а еще больше. Но что же здесь изменило? Но они возопили к Всевышнему и умножили свои молитвы к Нему. То есть молитва остановила здесь добавление срока. Могли бы получить еще больше срока, если бы не молитва. Об этом сказано из Астаналиса на Израиле от работы и возопили и вознесся их вопль от работы к Богу и услышал Бог их стенание. То есть молитва и была тем самым фактором, который определил исход. Ведь если бы мы объясняли не так, как Рамбат, а если бы мы объясняли так, как Раши, что пришло время 400 лет, 400 лет от рождения Ицхака, 430 лет от Бритбен Абитарим, все, пришла та самая ночь, нужно сейчас освобождать. То почему тогда Туро делает акцент на то, что Всевышний услышал их молитву? Какая разница, молились, не молились, 400 лет пришли, срок закончился, срок закончился, выпускают. По Рамбану, это совершенно понятно, могли бы прибавить еще больше, не только 30 лет, которые добавили, а еще и 60-70, не знаю сколько, и только молитва остановила этот счет. И еще сказано, вот вопль сынов Израиля вознесся ко мне, и написано, и возопили мы Господу Богу наших отцов, это уже из книги Дворим, и услышал Бог нас голос, и увидел наши бедствия, и нашу непосильную работу, и угнетение. Снова подчеркивается, мы, если бы мы не молились, сидеть бы нам еще в Египте еще долгое время. То есть, хотя время избавления пришло обещанного, но кого избавлять-то? Тех, которые уже почти превратились в египтян, они-то не были достойны избавления. Почему тогда Всевышний избавил их все-таки в оговоренный срок, и все же Всевышний принял их молитву, и услышал их стинание от тяжелых страданий? Поэтому добавка была только 30 лет. Так почему же, воспрощает Рамбан витрический вопрос, почему же мудрецы прошлых поколений не сочли возможным объяснить, что 30 лет были добавлены? Мы вели, чтобы мудрецы прежних поколений, не только Раши, но и его источники, Танаим, все стоят железно на том, что обещанные Всевышним 400 лет были ровно 400 лет день в день, час в час. Ни одной минуты больше. Только что откуда прибавились еще 30 лет? А 30 лет это просто от Брит-Бен-Абит-Тарин до рождения Всевышний имел в виду, что 400 лет отчитываем от рождения Всевышнего Ницхака, но не добавили ни минуты. Почему такое упорство выпрощает Рамбан? Почему они не могли согласиться с тем, что я говорю? Ведь евреи-то задержались в пустыне на 40 лет именно из-за греха разведчиков. Разве обещание сбылось, что ровно через 400 лет они окажутся в Росисраиль и четвертое поколение марийцев они и выгонят? Не сбылось? Ведь из-за пустыни на 40 лет целое поколение изменилось. Получается, что не четвертое поколение марийцев они выгнали, а пятое. Значит, опять же, получается, что обещание Всевышнего не исполнилось. Ну и ничего страшного, обещание может не исполниться, если люди грешат. Эти годы были для них периодом дополнительных страданий. Как сказано, помни весь путь, которым вел тебя Бог твой и вот уже 40 лет в пустыне, чтобы смирить тебя. Это явилось для них дополнительным пребыванием в чужой стране. В окружении чем она чужая страна? Немножко ничья, Синайский полуостров. Они не были в какой-то чужой стране, но все равно дома они себя не чувствовали, потому что вокруг кишели змеи, скорпионы и всякая прочая нестиганность. И данное им обещание, что четвертое поколение вернется сюда, тоже не сбылось, потому что за 40 лет у Марии в ноябрняка выросло целое поколение, смена поколения произошла. Ко всему этому народу Израиля привел его грех. Так, что обещание Всевышнего, что еврейский народ выгонит четвертое поколение и марийцев из Арисы Исраиля не сбылось из-за их греха, то почему нельзя согласиться с моим комментариям, упрошает Ромбан, с тем, что я говорю, что 400 лет им было предопределено быть в Египте, а опробовали они там 430 лет, почему? Добавили за грехи. И, возможно, именно это стало причиной, по которой сыны Ефраема покинули Египет за 30 лет до, за 30 лет до прихода туда мужья, как упоминают об этом наши наставники. Известно, в Масихо-Цимедрии утверждается, что колено Ефраем попыталось уйти из Египта за 30 лет до исхода, и окончилось это очень печально, потому, потому что по пути в Ефраем они были убиты палестинцами. Почему они ушли за 30 лет до исхода? Раши объясняет это так. Они знали, что должны исполниться 400 лет, 400 лет всего, и они по ошибке отчитали 400 лет от Бритбен-Абетарим, а на самом деле нужно было считать от рождения Цхака, в этом-то была их ошибка, поэтому они раньше времени ушли и погибли. По Рамбану все проще, то есть сыны Ефраема не ошибались в своих подсчетах, там написано в Талмуде Тау, они ошиблись, Раши объяснил ошиблись в подсчете, Рамбан объясняет не в подсчете они ошиблись, подсчет был точным, 400 лет они из 400 лет, они только не поняли, что за грехи поколения им добавили еще 30 лет, Тау имеется в виду согрешили, но нечестивец был уловлен своими собственными грехами. И сказано, это та самая ночь, хранимая Богом во всех поколениях сынов Израиля, то есть та самая ночь, которая хранилась Богом для того, чтобы вывести их из Египта, она, эта самая ночь, была посвящена, и она будет храниться Богом для всех поколений Израиля, чтобы евреи совершали служение в эту самую ночь. То есть хранимая эта ночь, объясняю, здесь не как Раши, с одной стороны, это ночь, которую Всевышний хранил и ждал, чтобы избавить евреев из Египта, и эта ночь, она будет хранима во всех поколениях, чтобы совершать служение пасхальной жертвой, пасхального седра и так далее. Ну, вроде бы Рамбан понятен, только нет у нас возможности, очевидно, как следует понять, что он говорит, потому что нужно задать один вопрос и Рамбан станет очень неясным. Значит, Рамбану получается так. 400 лет – это время, которое было указано на рабство, а 30 лет добавили. Выходит так. мы считаем, вся наша хронология основана на том, что мы считаем, что исход из Египта произошел в 2448 году. Как? 400 лет от рождения Ицхака. Так получается. Но по Рамбану 400 лет от рождения Ицхака – это то, что было обещано, а потом прибавили еще 30 лет. Получается, что по Рамбану исход произошел не в 2448 году, а в 2478 году. Это получается, что по Рамбану сегодня не 5771 год, а 5801 год. Не больше, не меньше. Так выходит. Но у Рамбана не было же своего календаря и своего другого исчисления. Рамбан жил по всеобщему, принятую у всех исчислений, которые составлены на Сей-Дур-Лан. Как же он может так комментировать? Как же можно так сказать? Просто Рамбан абсолютно непонятен. Очень хорошее объяснение Рамбана дает Рава Виктор Невинцев. Объяснение это следующее. Так Всевышний Брит Бен Абетарин говорит, что всего Гзира на быть пришельцами на рабство и угнетение будет 400 лет. От рождения Ицхака 400 лет. То есть, если все будет хорошо и если все будет гладко в Египте, то эти 400 лет можно будет отсчитать от рождения Ицхака 2048 год до 2448 года. Извиняюсь. Не так. Имеется в виду так. Слова эти были сказаны про 400 лет когда? За 30 лет до рождения Ицхака. Значит, если все будет гладко, тогда 400 лет можно будет отсчитать прямо от этого дня. Не от рождения Ицхака, а от этого самого дня. То есть, исход тогда произойдет не в 2448 году, а в 2418 году. Но если согрешат, тогда отчет начнется от рождения Ицхака. И тогда получится исход в 2448 году. То есть, получается следующая вещь, что кзира, когда она была дана, она не жестко установлена. Она еще достаточно гибкая. она еще может быть рассчитана по-разному. И тому есть достаточно примеров в трактате Мегила. За отсутствие времени не можем в это входить. Так и выходит, что если бы все было гладко, мы бы вышли из Египта намного раньше, в 2418 году, было плохо, грешили, поэтому добавили 30 лет, ромбан прибавляет. На самом деле могли прибавить еще больше. Что могло бы быть, можно было отчитать 400 лет все в Египте, как простое понимание этого стиха. Ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле 400 лет. 400 лет в Египте. И тогда исход бы произошел не в 2448 году, а в 2638 году. Почему так не случилось? Заслуживали этого? Заслуживали. Молитва остановила все. Какая сила молитва. 190 лет нам сумели скостить за счет молитвы. Молитва все остановила, и тогда рассчитали 400 лет от рождения Ицхака, не от Брит-бен-Абитарим, но от рождения Ицхака, и таким образом мы вышли в 2448 году. Таким образом, и Рамбан согласен, что исход состоялся в 2448 году, и его хронология соответствует нашей хронологии, и противоречия здесь нет. Вопрос был задан. Получается, что наказание 30 лет не исправило их, а портило их больше? Нет, наказание не портило их больше. Не знаю, каким образом вышло такое понимание. Наказание пришло наказание. Имеется в виду, что при том, что они портились, могли им прибавить не 30 лет, а могли им прибавить на самом деле 210 лет дополнительных, а прибавили это всего лишь 220 лет, а прибавили это всего лишь 30 лет. Если бы не молитва, то есть заслуживали по тому, как себя вели, заслуживали того, что 400 лет отчитались бы от самого прихода в Египет. 400 лет в Египте не выходя. Почему этого не случилось? Из-за молитвы. Ну, какая сила молитвы? Понимая, насколько молитва сильна, насколько она в состоянии, настоящая молитва, которая идет от сердца, так как это было тогда у наших прадцев, то с этим пониманием можно сейчас идти и молиться, вечернюю молитву морив, зная, что есть у молитвы такая сила, что она настолько способна изменить не только судьбу отдельного человека, но и судьбу даже целого народа. и судьбу и судьбу и судьбу